Всем привет! Сегодня предлагаю закончить серию крут, по крайней мере ее основную часть, а именно закончить, убить метод kill, ой, мысли куда-то у меня не туда, метод update, 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 то есть обнови и поехали. Итак, смотрите, сперва нам нужно указать пути, 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 пути. В прошлый раз я говорил, что update очень-очень-очень похож на create, то есть когда мы создавали что-то, мы сперва отрисовывали страничку, где юзер может создать, и потом мы отправляли с помощью метода post данные на сервер. И если успешно, то перенаправляли его на главную страничку, и если неудачно, то снова отправляли на страничку new. Аналогичные действия мы будем совершать с этим методом edit update. Все то же самое. Разница лишь в том, что здесь мы как будто бы работаем с голой формой, а когда мы работаем с методом update, мы работаем с заполненной формой. Так, что я имею в виду формой? То есть change-set, который мы вот здесь вот передавали в new, вот этот change-set, он здесь у нас был изначально-то голой. То есть можно, где там у нас, вот, new, вот мы использовали голую структуру, а здесь в метод update мы будем использовать уже заполненная. Так, ладно, хватит слов, давайте к делу. Пишем метод edit, страничка, на которой юзер может update пульт по адресу id.edit. Используем home-controller, метод будет edit. Но за метод стопост, пост это он создает что-то новое. Мы используем метод put. И здесь мы используем снова id, чтобы было понятно, что мы апдейтим. И используем метод update. Сохраняем. Идем дальше. Дальше идем в контроллер. Нам нужно реализовать эти два метода. Так и пишем. Def, edit, connection, как всегда. Здесь у нас передается id параметра. С помощью pattern-мачетка вынимаем этот id. И как мы это делали в методах delete или show, 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 show. Или как методы show. Вынимаем. Пишем do. Теперь. Теперь, теперь. Вот если мы посмотрим на метод new, мы здесь передавали пустой struct. А нам сейчас нужен заполненный struct. Поскольку мы пытаемся применить некоторые изменения к уже существующему. А для этого нужно нам сперва, естественно, вынуть его по id, который мы получили. Так и пишем. Значит, word repo get. Тип таблицы у нас будет word, id, chainset создаем. Ой, word. Пользуемся нашей функцией chainset, которая будет создавать множество изменений. Передаем сюда вот этот word. Второй параметр у нас дефолтный, пустой. Их будет заполнять юзер. И отправляем все это на отрисовку. Снова пишем colon здесь. Потом имя темплейта, edit html, который мы чуть позже создадим. И передаем вот эти оба параметра. То есть пишем word, word, chainset, chainset. Передали. Дальше создаем метод update. 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 Его пока оставим пустым. И поработаем сейчас сидит html. И подправим индекс html. Индекс, индекс, индекс html. Открываем. Здесь у нас нужно ссылочку повесить вот на эту. Чтобы вручную не приходить, здесь создадим ссылку. Ссылка, ссылка создается у нас естественно аналогичным образом. Используя функцию link, которую нам подготовил феникс. Здесь мы исправляем на edit. Эта ссылка у нас срабатывает вот по этому пути. То есть нам нужно передать здесь id. и использовать метод edit. Так и делаем. Метод edit. ID передается через word. То есть в нем содержится ID. Феникс вынет его за нас. Здесь все. Ссылка готова. Закрываем. Дальше, 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 дальше. Что дальше? Дальше что нам нужно? Дальше нужно создать собственно эту страницу. Создаем ее. Edit html, две буквы e, x. Делаем небольшое объявление, чтобы юзеру было понятно. Центр. Центр. Создаем ее по центру, что это edit form. Такс. Теперь идем на new. Почему я сюда пришел? Как я уже говорил, еще раз скажу, что edit, update очень-очень-очень похоже на операцию create new. И вот эта форма, которая здесь у нас представлена, она, по сути дела, будет ничем не отличаться от той формы, которая нам здесь необходима. Будет лишь изменен слегка тип, placeholder и все. Поэтому берем, копируем, вставляем. То есть здесь вместо метода post мы используем метод put. Что у нас здесь для метода put нужно? Нам нужно передать id и использовать метод update. Делаем это. Метод update и id. А id откуда у нас берется? Из word. Из word, который... Где у нас рутер? Нет. А, control is word, который мы... Нет, рутер. Ой, запутал вас. Вот он, word, 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 word. Вот этот word мы используем, чтобы сообщить какой конкретный запрос мы делаем. Чтоб вот этот вот id был однозначно прочитан. Мы используем здесь word. Дальше вместо вот этих вот placeholders мы их заменим на word eng и соответственно word rose. Отлично. Все. Готово. Вот так быстро. Таги, таги, error tag. Error tag мы оставляем. Напомню вам вообще откуда они берутся. Поскольку мы здесь перейдем в change set, а у change set это у нас struct. Change set. Это struct. В нем есть поле error. Оно может быть заполнено. И вот эта функция использует это поле. если оно заполнено, то в нем, например, если была ошибка, которая относится к полю eng, в нем будет соответственно поле eng, и каким-то образом здесь будет сообщение какое-то об ошибке. то есть мы видели уже can be blank. Как-то так. Точно так же будет и cross. Если бы у нас, например, было бы две ошибки, то этот change set бы у нас еще содержал бы rules. И тут что-то, сообщение об ошибке. Общая идея вот такая. Так. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. А, тут надо еще submit немного подправить. Send. Напишем send to edit. И... Ну, теперь точно все. Так. Закрываем. И у нас остался по сути дела только нам нужно реализовать метод update. Так. Update, 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 Update. Update принимает, естественно, connection и какие-то параметры. Давайте их снова проинспектируем, чтобы наверняка знать, что там у нас скрывается. Пишем inspect, inspect, парамс, сохраняем, и поднимаем сервер. Mix, 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 phx, сервер. и ждем. И ждем. Ждем, 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 ждем. Здесь множество ворнингов. Типа я не использую некоторые переменные. я еще не очень, судя по всему, удачно воспользовался, когда создавал возможность отправки e-mail, потом это пофиксим тоже. Начнем, пока у нас поднимется сервер. Надо было здесь указать мой. Так. Сервер у нас поднялся. Сервер поднялся. Данные извлеклись. Идем. Вот они. Вот наша рабочая ссылочка. Переходим на нее. Хотя не будем это. Давайте создадим новое. Cat. Кошка. Create. Вот мы создали. Попробуем edit. Код. Сендим. Сейчас будет ошибка. Но она нас не интересует. Нас интересует, что у нас в параметрах скрыт. А параметры, как вы видите, у нас, естественно, ID был скрыт, который мы передали. Давайте я еще раз открою страницу edit. Где у нас страница edit? Вот мы передали с помощью Word edit. И эта вся форма и она у нас для чансета. И вот чансет у нас и передает Word. И здесь находится комбинация, которую мы пытались передать. Вот эта комбинация. Так. Идем снова в контроллер. И теперь мы можем с помощью паттера мальчинга все изъять. Пишем ID ID Word Word. Это равно. Хотя можно опустить. Остальные нам не нужны. Не интересно. Это тоже можно все удалить. И поехали. Поехали. Как вы помните, мы работаем с чансетом. Соответственно, нам вот эти изменения, которые мы пытаемся применить, нужно сравнить с тем, что у нас в базе данных. И проверить, можно ли вообще делать. Поэтому нам нужно сперва из базы данных достать. Так и делаем. Пишем old version word и пишем repo get word word id. Теперь создаем change set. Пишем word word change set. и здесь мы пишем old version и к нему мы пытаемся применить те изменения, которые хотим сделать. Теперь в этом change set у нас содержится сообщение value. И благодаря нему мы сейчас через case statement попытаемся вставить базу данных. вернее апдейтить апдейтить базу данных. Поэтому мы используем этот change set функции модуля repo, который ответственен за запросы базу данных. change set do тут сверну. То есть мы делаем вот то же самое когда мы обрабатывали запрос create. То есть также возможно create также возможно ошибка. Может также снова скопировать. Давайте скопируем и вставим. У нас снова может быть успех. Поэтому мы что делаем? мы возьмем отправим сообщение что мы updated и направим на главную страничку. Второй вариант у нас может быть провал. тогда мы отправим снова на страничку edit и отправим этот change set и нам нужно еще передать помимо change set word то есть мы передомедируем старую версию поэтому пишем word old version все все готово тестируем идем на главную страничку пытаемся сделать edit совершить edit пишем code send отлично updated работает теперь попробуем сделать некорректный ввод не может быть пустым окей все работает как и ожидали на сегодня все а вы с обдает мы сделали круто круто в следующий видео этой серии я сделаю небольшие комментарии по поводу некоторых соглашений в которых присутствуют фениксе а затем мы продолжим работать более сложной моделью это уж совсем у нас простая нужно рассмотреть связи многие как многим один то есть внешние ключи как связываются как осуществляется приложение данных связанных все see you next time